Некоторое время назад мы делали пересадку, развалку целого куста фикусов. Разделили их на четыре. И вот прошло время. Хочу вам показать фикусы и спросить хозяйку фикусов, как они себя чувствуют. Достаточно хорошо себя чувствуют, потому что листья зелёненькие. Единственный жёлтый лист я нашла, вот один. И думаю, что это не страшно, это так более-менее даже естественно, когда дерево сбрасывает какую-то часть листьев. То есть пересадка для вот этого именно фикуса не прошла болезненно. Единственное, хочу спросить, и чтобы Лиля рассказала, что он может быть помогло. Я была на обряде купала и с купальницы, с этих веточек привязала вот эти украшения, ленточки. Вот эти ленточки, да? Вот эти ленточки. Честно говоря, я думаю, что магическая сила в них есть, и они и этой силой... Воспользовались, да? Да, поделились. Так, хорошо. Это один из фикусов. Смотрим на те, что были поменьше. Я немножко переживала, что тяжело перенесет. И вот мы обрезали макушечку. Если вы посмотрите, вот она. Пока здесь ничего нет, но в целом растение себя чувствует хорошо. И еще один фикус. Он, мне кажется, лучше всего перенес. Он с самого начала себя прекрасно чувствует. И даже вот, посмотри, вот это вот новенькие листики. Уже пошли новые листья, да? Вот на этой вот веточке у него новые листья. Красиво. И желтых вообще ни одного. Ну вот я тут вижу один желтенький, но это не страшно. Вот этот вот один, видишь, он такой чуть-чуть тоже болезненный. Это не страшно. То есть, благодари тебя, фикус. Ты хорошо перенес пересадку. Ну и вот тот фикус, за который я больше всего переживала. Через 3-4 дня появились желтые листочки. И я пришла и обрезала. Обрезала очень сильно, чтобы сохранить само дерево и дать силу корню прижиться. Если внимательно приглядитесь, привязали ствол. Он уже более-менее свободен. Не в натянутом состоянии, но фикус живой. Видите? Листочки хорошие. Я хочу сказать, что вот это, это новые листья. Вот смотри, да? Вот один новый лист. Вот второй, я его сегодня рассматривала. Да, и смотрю, что вот здесь тоже пошли. Вот смотри, видишь, новенькие, молоденькие идут. Да. То есть, тех зрителей моего канала, которые интересовались, как же всё-таки в таком состоянии фикус во время летней жары пройдёт акклиматизацию. Как видите, ему нравится место, где он находится. Ему нравится его теперешнее состояние. А нам как нравится, потому что всё-таки мы немного переживали. Проживали, да, потому что варварски практически разъединяли его единый корень. Они прожили в таком состоянии лет шесть-пять, может, даже больше. Вот это четыре или пять, да. И у меня он года четыре стоял в таком виде. То есть, вот уже прижившиеся корешки, практически сросшиеся. Кто не видел, можете посмотреть фильм. Ну, да, но я благодарна фикусам, что они вот так себя чувствуют. Замечательно. Уже пошли молодые листочки. Так что экспериментируйте. Но обязательно прислушивайтесь советам лунного календаря. Только в хорошие для посадки дни. Не иначе. О лунном календаре у меня тоже есть фильм. Можете посмотреть. Это субтитры себе. aisseцы. Продолжение следует...